Друзья, всем солен! Здесь мы обсуждаем интересные новости и прикольные видео. Погнали! Новость! Очередная непонятная инициативная группа предложила правительству Казахстана приравнять проституцию к спорту. Как утверждают эти люди, если в это древнее ремесло внедрить дух соперничества и конкуренции, то можно поменять моральный облик страны, получить кучу удовольствия и заработать. Ну вы перегибаете палку, друзья! Перегибаете палку звучит по теме. И что, теперь придется в городах и областях федерации открывать? Ладно, федерации. Дю США? Представляете, у нас теперь будет сборная страны по интимному многоборью. Вот, знакомьтесь, это наши чемпионки. А можно всех посмотреть? Ну, раз это спорт, то нужно аналог Международного Олимпийского комитета открывать. Если Олимпийский комитет это МОК, то у нас он будет ЧПОК! А что теперь получается? Аким Алматы против спорта? А еще эти люди заявили, что проституция ничем не хуже, чем бокс. Да, слышал бы вас, Гена. Да ладно, Гена. Слышал бы вас, Майк Тайсон, он бы точно вам ухи все пооткусал. Подведем итог. Имена и фамилии инициаторов этой затеи никто не сообщает. Тут или Нуркезет такими новостями отвлекает общественное внимание от более глобальных проблем. Либо же сами жрицы любви под шумок решили легализовать свой нелегкий труд. В любом случае, спасибо за возможность посмеяться. Теперь новости из села, точнее с Буландинского района. Всем привет! Сегодня мы на канале Сельский час. Сегодня введем спецрепортаж. Сегодня у нас в деревне очередное ДТП. Кстати, вот и он. Это наш уважаемый Бусинка, мой напарник, товарищ, друг. Бедному Бусинке, видать, стало жарко. Вот и умаялся, пацан. Вот это Иван. И сегодня Иван нам даст интервью. Почему он оставил всю деревню без света? Иван, скажите, пожалуйста, почему вы всю деревню оставили без света? Кстати, Иван снес сегодня у нас 4 столба и оставил пол деревни без света. Иван, что вы можете сказать на этот счет? Просто вот два слова. Буквально два слова. Это я не знаю. Это сам виноват. Я не знаю. Мы нашли только два столба. Ага. Значит, столбы сами напали на вас, да, вы утверждаете? Да, они напали. Мы ехали ненаврочных на нас. Видите, какая тут ситуация? Видимо, в Буландинском районе ведутся эксперименты по выращиванию столбов, которые нападают на проезжие машины. Еще один прикольный момент, где автор видео придерживает бусинку за ухо, чтобы у него голова не падала. И вообще, довольно позитивно автор видео эту ситуацию преподнес. Всем привет. Сегодня мы на канале «Сельский час». Смех смехом, но все хорошо, что хорошо кончается. И все обошлось без человеческих жертв. И бусинка даже монобровью не повел, когда въехал в столб. Еще один опасный человек появился в Кокшетау. Там кого боксуешь, с кем боксуешься? Они с никем. Как выяснилось, его зовут Анатолий, и он мастер-рукопашник. Салам, ты где так научился драться-то? Да. Приемы такие, где научился? Коронный есть коронный? Коронный похоронный. Вот смотри. Вот твой враг. Эй, только руки осторожно. Не надо, не надо. Да, ага. Базар, нет. Что, брат, ты сам откуда вообще? Я тоже уже заездил. Местный? Да. Базар, нет. Как звать-то? Я Анатолий. Анатолий? Многие в комментариях к этому видео, которое мы разместили у себя в Инстаграм, посчитали, что парень ищет бутылку с пробкой, чтобы принять участие в Боттл Кап Челлендже. Кстати, он появился в том месте, где расположен один из ночных клубов нашего города, прославленный своими боевыми традициями. Набрался духу пацан и пошел пинать в воздух. Но это все предположения. Скорее всему, виной тому вино. Ну, то бишь, алкоголь. На этом все. Присылайте интересные видео и интересные новости Казахстана, мира, города, области, села. К нам на WhatsApp. Все это будет в описании. Всем пока, всем мира!